Бюджет Карачаева-Черкесии в 2023 году имеет выраженную социальную направленность. Сегодня об этом говорили на 44-й сессии Народного собрания. Какие суммы и на какие цели будут предусмотрены в грядущем году, расскажет Мадина Каракетова. Это последняя в уходящем году сессия Народного собрания. Если Министерство финансов не внесет неожиданных коррективов, пошутил председатель парламента Александр Иванов. В работе сессии принял участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимри Азафон. Он поблагодарил депутатов за плодотворную работу, тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, в интересах жителей республики и активную помощь населению. Я хочу вас всех поблагодарить за вашу активную работу, которая проводится в своем избирании. Несмотря на отношения к политической парламенту Карачаева-Черкесии, я считаю, что это такой единый, в таком цельном кулаке все отработали, опять же, совместно с муниципалитетами, и, конечно же, в первую очередь, строительством Карачаева-Черкесии. Глава Карачаева-Черкесии также отметил, что есть к чему стремиться. Остается много нерешенных вопросов, нереализованных планов и задач, нацеленных на краткосрочную и долгосрочную перспективы, и выразил уверенность, что все они будут качественно выполнены. Рашид Тимлизов передал слова поздравления с наступающими новогодними праздниками от президента России Владимира Путина. Далее депутаты приступили к повестке, и одним из первых обсудили проект закона Карачаева-Черкесии о республиканском бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Основные параметры проекта по доходам на 2023 год сложились в объеме в 2023 год 33 миллиарда 805 миллионов рублей, это с учетом поправок. На 2024 год 29 миллиардов 503 миллиона и в 2025 год 27 миллиардов 598 миллионов рублей. Предлагаем в проекте бюджета объем расходов с учетом поправок составит на 2023 год 33 миллиарда 635 миллионов рублей, на 2024 год 29 миллиардов 287 миллионов и в 2025 год 26 миллиардов 991 миллион рублей. Увеличенные объемы субвенций, направленных на реализацию образовательных программ, увеличивается фонд оплаты труда работникам государственных учреждений. На дополнительное лекарственное обеспечение предусмотрен рост в 124 миллиона рублей. Назову наиболее крупные меры социальной поддержки. Во-первых, на софинансирование единого универсального пособия, которое мы будем передавать в пенсионный фонд, составляет 495 миллионов рублей. В бюджете также предусмотрено средства на выплату на детей от 3 до 7 лет в объеме 1,4 миллиарда рублей, на выплату в случае рождения третьего и последующих детей 823 миллиона рублей, на оказание мер социальной поддержки 478 рублей, на оказание мер поддержки ветеранам и труженикам тыла 212 миллионов рублей. Также министр поведал о том, что в бюджете республики предусмотрены средства для участия в программах модернизации школьных систем образования, на содержание дорожного фонда, на реализацию национальных проектов, строительство и ЖКХ сельскохозяйства. Было отмечено, что при составлении таблицы поправок Минфинам Карачева-Черкесии были учтены обращения граждан и рекомендации депутатов в ходе публичных слушаний по бюджету, а именно увеличено бюджетное ассигнование на приобретение жилья детям-сиротам, детский отдых на издании художественной литературы на родных языках, приобретение лекарственных средств для некоторых категорий граждан, поддержку социально ориентированных НКО. Проект закона о бюджете на 2023-2025 годы был принят во втором и третьем окончательном чтениях. Марина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачева, Черкесия.